Депутаты выделили 95 миллионов гривен. Депутаты выделили 95 миллионов гривен. Если у вас будут вопросы к нашим гостям в студии, телефон прямого эфира 34 92 58. У нас в студии, конечно же, депутаты Одесского городского совета. Вадим Терещук, фракция «Самопомощь». Здравствуйте. Добрый вечер. Светлана Сауленко, глава фракции «Морской партии» в городском совете. Добрый вечер. Здравствуйте. И Александр Орлов, представитель оппозиционного блока. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим, голосование вчера было единогласным. Один депутат не голосовал, но все фракции поддержали проект решения. Два проекта решения взаимосвязанные. Скажите, вы обычно не голосуете за деньги, за выделение ТГУ. В чем была ваша мотивация в том, чтобы вчера проголосовать? Вчера был тот вопрос, который затрагивает всех одесситов, и особенно тех, которые живут в центре города. То есть у нас, знаете, в сельском хозяйстве Советского Союза было 4 проблемы. Это зима, весна, лето и осень. И все они приходили внезапно. Так вот, у нас внезапно наступил отопительный сезон. Вот как-то так случилось, что вот он вдруг внезапно похолодал. Этого никто не предвидел, и поэтому пришлось за один день собирать сессию и предоставлять депутатам ту существующую проблему о том, что долги, которые за тепло существуют, все-таки для того, чтобы включить газ, их надо платить. И перед нас подставили практически перезон. Вы за то, чтобы в Одессе там было тепло, то есть было тепло в домах, и им наконец стала поступать горячая вода? Или нет? То есть вопрос был достаточно однозначный, и поэтому он также на него однозначно, по-моему, чуть ли не единственный раз. Второй, я помню, это общественный бюджет, по которому все депутаты, все присутствующие в зале депутаты проголосовали за. Расскажите, а какой вы выход видите из ситуации с ТГО? Здесь это та ситуация, в которой не бывает простого выхода. То есть это необходимо работать с кредиторами, необходимо запускать процесс санации, то есть это фактически предприятие банкрот. Но мы должны, вот мы сейчас должны знать, сколько в следующем году заложить в бюджет, сколько средств в следующем году, если это предприятие планово убыточное. И честно говоря, меня как депутата удивляет, с какой легкостью, с какой легкостью в случае необходимости смогли найти 95 миллионов. Мы как депутаты, мы часто поднимаем вопросы в отношении своих округов и так далее, других проблем, которые гораздо, там, миллион необходимо, 200-300 тысяч, и нам всегда отвечают. Вы знаете, вот на эту проблему нет денег, но 95 миллионов нашлись буквально в течение пяти дней или скольки, когда это стало настолько необходимо. Все понимают, что эта проблема остро-социальная, и поэтому шутить здесь не предоставляется возможным. Светлана, вот вы вчера как раз поднимали этот вопрос, да, каким образом, чтобы вот бюджет свести, да, каким образом 95 миллионов выделяется? Вы получили вразумительный ответ от департамента финансов? Константин, добрый вечер еще раз, уважаемые одесситы. На самом деле хочется начать с того, что действительно город Одесса стоит перед сложнейшей проблемой. В очередной раз Киев и киевская власть бросают громады, бросают жителей один на один. Знаете, мы обсуждали не так давно с вами децентрализацию, деньги, которые остаются в громадах, и долги, и ситуации, и проблемы, которые свешивает государство на решение местных громад, финансирование и дальше по списку. Знаете, я хочу сказать, что, конечно же, Украинская морская партия поддерживала этот проект решения. Очень сложно, действительно, собраться необходимо было достаточно оперативно. Знаете, а какие варианты? Какие варианты, когда одесситы мерзнут? Я хочу сказать, что огромное количество обращений жителей Приморского района, потому что, знаете, центр города отапливается от ТЭЦ, лидер партии Кивалов Сергей Васильевич, депутат-мажоритарщик по Приморскому району, и, соответственно, тот вал проблем и вал обращений мы берем на себя. И, конечно же, мы разбирались очень активно в этом вопросе. Знаете, кто виноват и что делать? Но в данной конкретной ситуации оперативно собраться и выделить эти деньги, к сожалению, другого альтернативного варианта не было. У нас сейчас главная задача, чтобы тепло появилось в одесских семьях, в одесских домах. Знаете, вопрос модернизации долгов, знаете, достаточно неоднозначный, потому что тариф на тепло устанавливает государство, и не только на тепло, а те грабительские тарифы, которые просто вводят людей не то что в непонимание, а в финансовый крах, они не понимают, что им выбрать, купить, покушать, медикаменты, либо оплатить за коммунальные услуги, тем самым накапливаются долги предприятия. Знаете, ситуация не то чтобы безвыходная, но ее нужно решать кардинально и на государственном уровне. Ну вот, Светлана, я не понимаю другого. Я прекрасно понимаю, что действительно деньги нужно выделять, чтобы у одесситов было тепло. Я не понимаю, вот как можно найти 95 миллионов просто вот так, по щелчку пальца, не разбалансировав при этом бюджет. Знаете, я вот на прошлом эфире с Вадимом спорила и также задавала этот вопрос, потому что где-то есть недопонимание, но то, что мы выполняем и перевыполняем бюджет, то, что у нас на конец года есть возможность не то чтобы закрывать дыры, это не дыра, а дырища, да, это огромная глобальная проблема и огромные деньги, я считаю, что это правильная слаженная работа команды Одесского городского совета, департамента финансов, может быть, я скажу даже где-то недоработки других департаментов, которые не смогли и уже сегодня понимают, что какие-то деньги они не смогут освоить. Я, знаете, тоже не готова критиковать власть, потому что по объективным причинам, потому что наши государства, наши законы загоняют людей в ту ситуацию, которую мы имеем. И сегодня городской совет объединился вне зависимости от политической направленности и понимая, что это единственный выход в этой ситуации найти и выделить деньги, потому что мы не можем бросить одесситов попросту замерзать зимой, мы объединились, мы сделали, мы отработали этот вопрос, да, ситуативно решили эту проблему. А в отношении глобального решения, реструктуризации долгов, выхода ситуации по ТЭЦ, что делать, что она банкрот, что ее сейчас продают и не могут продать, я думаю, Александр Витальевич, как специалист, более детально расскажет, но в данной ситуации мы приняли единственное возможное правильное решение. Александр, вот ваше мнение, что делать? 600 миллионов долгов, да, предприятие банкрот, что с ним делать? Вот постоянно вливаются деньги, сотни миллионов гривен. Ну, во-первых, мы являемся заложником, ну, а не сегодняшний день, конечно, это ситуация, заложником того, что ТЭЦ это государственное, ТГО это коммунальная собственность. Вот этот разрыв между поставщиками тепла и, будем так говорить, транзитером, потому что ТГО фактически транзитер этого тепла, ну, и есть, будем так говорить, конфликт каких-то интересов и каких-то вещей. Значит, ТЭЦ уже давно, лет 20, как даже может больше, она находится в состоянии близком, значит, к очень, ну, будем так говорить, плохом техническом состоянии. Ну, проклятые коммунисты, значит, так все настроили, что еще даже в плохом техническом состоянии она 27 лет дает тепло городу и как бы со своей задачей справляется в каком-то плане. Но подходит такой момент, что, ну, надо что-то делать. Это мы его, любая городская власть и государственная как-то все оттягивала, оттягивала, еще может пройти лет пять, она так будет стать. И мы все будем решать в авральном режиме. Я так думаю, у нас не последняя сессия, когда мы выделим еще деньги на погашение долгов. Почему? Ну, тут я не могу, я соглашаюсь с коллегами, что это надо было делать, но я не соглашусь с тем, что, понимаете, как это сделано? Я согласен, 95 миллионов найти в городском бюджете, это что, факир? Это нам доложили на сессии, что это мы перевыполнили бюджет развития. Вот я бы хотел, подам, наверное, запрос о том, а за счет каких статей мы перевыполнили бюджет? По земле у нас минус, по коммунальной собственности минус. Откуда эти 95 миллионов? Ну, это, может, следующая передача, я лично знаю. Это с других объектов снятых, которые там запланированы по бюджету развития. Поэтому мы недополучим выполнение бюджета развития по факту уже в этом году. Александр, я дам вам сейчас слово, у нас есть телефонный звонок, и вы продолжите. Да, вы в прямом эфире, добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, кто просил повышать тарифы на отопление, не повысим ни зарплаты, ни пенсии. И что делать, если получалось субсидии и остались долги? Мы же их не просили, если они нас три раза кинули. И кто их просит повышать? Они хотят быть банкротами, так они повышают. Могут сделать и 50 гривен квадратный метр, а мы-то при чем? К их банкротству. Объясните, пожалуйста, если есть долги по отоплению, что нам делать? Не дадут нам субсидий? Не дадут. Можно будет как-то эти долги на пару месяцев распределить. Спасибо за ваш звонок. На самом деле, кажется, десятка не представилась. На самом деле, абсолютно закономерное негодование. Потому что не то, чтобы людей никто не спрашивает, людей просто загоняют, ставят перед фактами, выживайте как хотите. Я больше могу сказать... На вопрос, не дадут ли субсидии, если есть долги, то безусловно, не дадут. Не дадут. Два месяца, да. Сейчас был изменен порядок предоставления субсидий. В чем-то он был улучшен. Касательно того, что размера предоставления субсидий 15%. То есть, фактически, должно большее количество граждан получить субсидию. Но жительница Одессы должна понимать, что установление тарифов лежит за пределами компетенции города. Это как раз то, о чем говорят. О том, что давайте, в конце концов, чтобы город мог устанавливать справедливые тарифы. И на сегодняшний день центральная власть не готова отдать формирование тарифов на уровень города. Кроме того, надо сказать, что мы оплачиваем 95 миллионов сейчас фактически государственной компании. За должность по субсидиям государства перед городом на сегодняшний день составляет 82 миллиона. То есть, по сути, фактически, если за честь это однородные встречные требования, вот я вам должен, вы мне должны, то есть, вы мне должны 2 гривны, я вам 1 гривну, значит, я уплачиваю 1 гривну. Город мог бы оплатить всего лишь, сколько получается, 13 миллионов гривен, если бы позволили, позволили за честь вот тот долг государства перед Одессой за субсидию. Этого не позволяют, фактически, центральные органы ставят перед, ну, фактически, как рикетер, то есть, кошелек или жизнь. Вот перед таким выбором стоят сейчас депутаты, мы стоим и граждане города в этой сложившейся ситуации. При этом еще НКРЭ постоянно ссылается, что эти тарифы, которые вот она формирует, она получает, в принципе, от органов местного самоуправления расчеты. Александр, я вас предвала. Вот Вадим, да, говорит, я бы тоже так однозначно не говорил, нам сейчас легче критиковать власть выше, да, хотя они допускают очень много ошибок и так далее, но то, что вы предлагаете, вы же сторонник современной экономической политики, она должна выражаться не в бартере, взаимозачете, понимаете, а в живых деньгах. Это раз. Второе. То есть, заплатят нам, мы заплатим эти деньги деньги. Сейчас я продолжу на счет этого. Это не в бартере. Вот смотрите, сейчас вот модная очень тема была с децентрализацией. Давайте мы децентрализуем, и сейчас премьер-министр на совещании, он сказал, ребята, мы вам дали деньги, теперь платите за газ. У вас деньги с бюджета лежат на депозитах. У нас каждый крупный город размещает деньги на депозитах. Значит, это лишние средства. Вот сейчас 95 миллионов нашли на погашение долгов. Понимаете, да? Теперь суть кроется в мелочах. Дальше, к 20-му, к 19-му году планируется отпустить тарифы на местный уровень. То есть, местные власти будут устанавливать тарифы. Почему это делается? Да потому что в 19-м году заработает Северный поток 2, а к 20-му году заработает Турецкий поток. И вообще весь газ мимо Украины пойдет. И мы будем закупать газ не то, что по такой цене, по которой сейчас, а еще в два раза выше. И самое интересное, что город не сможет установить справедливый тариф, потому что цена газа будет запредельная. Как он установит, если она там будет в 2-3 раза выше, чем сейчас. Вы там как хотите делайте, но все равно тариф будет расти. И все недовольство, недовольство центральная власть переложит на местные советы. Понимаете? Это капкан. Нам долгое время твердили, вот те ребята, которые сейчас сидят в кабине, что вот прежняя власть, негодяи, почему вы не используете природный газ украинский, шаблинского месторождения. 30 миллиардов кубов, которые добывает Украина ежегодно. Почему? Вот у меня вопрос, где он сейчас? Почему на потребление населения идет не украинский газ, а идет заграничный, польский? Вы слышали о Польше, что это такая газодобывающая страна какая-то? Ну они говорят, что приходится смешивать, потому что не хватает. У нас есть еще один телефонный звонок. Да, добрый вечер, вы в эфире. Говорите. Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Я беспокою вас с улицы Отрадная 9. Это напротив мускомедии. У нас тепла как не было, так и нет. Мерзнут дети, мерзнут женщины. Никакого нет. Мы надежду потеряли, что уже будет тепло. Ответьте, пожалуйста, когда будет подано тепло в нашем районе? Я, если разрешите, я отвечу. Значит, смотрите, ну, там, чтобы иллюзии не питали каких-то. Первое. Сейчас надо получить, вот мы выделили деньги, надо получить разрешение антимонопольного комитета на оказание финансовой помощи нашему КПТГО. Это сейчас такая процедура. Когда мы его получим и получим ли, это еще неизвестно. Как только мы получим это разрешение от антимонопольного комитета, Нафтогаз Украины снимет, даст разрешение на ТЭЦ подавать газ. Вот с момента разрешения подачи на газ 2-3 недели. Вот считайте. Я позавчера смотрел, вот сколько на официальном сайте города, где сколько подключили социальных объектов, в том числе и жилых домов, процент по районам. Приморский район был, если я не ошибаюсь, 18%. То есть по другим районам, вот от 40 до 60%. Ну потому что... Ну потому что... Да, ТЭЦ, центр города ТЭЦ. Шкодовый район ТЭЦ. Да, и то, вот этот 18% это за счет других котелин, которые подали вот на социальные объекты, понимаете. И мы заложники этой ситуации. Центр города ТЭЦ обеспечивает 28% потребителей. Мы говорили об этом, кстати, на одной из передач. Поэтому без нее, без нее мы не в состоянии запитать центр города. Но для того, чтобы выйти ей на нормальный режим, это 2-3 недели. Знаете, я хочу все-таки сакцентировать внимание, чтобы одесситы понимали, что город делает максимум от себя возможного. И городская власть, чтобы тепло появилось в одесских домах. Вот как правильно сказал Александр Витальевич, мы заложники ситуации. Мы сегодня берем на себя эти финансовые обязательства, нашли деньги и готовы оплатить. А сегодня нам еще нужны киевские разрешения, чтобы заплатить за эти долги, заплатить за тепло, чтобы в одесских семьях включили батареи и появилось тепло. Если можно, я хотел бы прокомментировать выступление коллеги, который говорил о том, что вот где украинский газ. Где украинский газ? Вот мы раньше покупали газ по какой-то цене, сейчас по другой. Надо сказать, что Украина всегда покупала газ гораздо выше любых соседей. И потребителю, и жителю Одессы, ему все равно, какой у него газ в трубе. И откуда он пришел, с Польши, с Ирана его привезли или еще. Интересует одно, стоимость этого газа, стоимость, которую он уплачивает в виде оплаты за отопление. Вот это его интересует. От того, что мы раньше покупали газ в среднем где-то на 30-35% дороже, чем соседние государства, несмотря на то, что через Украину этот газ был, почему-то в Польше покупали его дешевле. Беларусь, наше соседнее государство, оно покупало газ, по-моему, в три раза дешевле, чем покупала его Украина. И поэтому говорить о том, что вот раньше как-то было, и сейчас мы заживем лучше, если у нас будет какой-то другой газ, наоб этом говорить не стоит. Беларусь я платила, скажем так, политически. Мы тоже политически платили только на 100 долларов дороже. Светлана, давайте вернемся все-таки к теме ТГО. Вы вчера отметили работу городской власти по тем проблемам, по реструктуризации долгов ТГО. Скажите, а в чем результат, собственно, вот этой работы? Знаете, я хочу сказать, что... В том году, я прошу прощения, в том году говорили о санации, но вот как-то эта тема пропала просто со временем. Знаете, я пыталась разобраться в этом вопросе, не будучи, откровенно говоря, специалистом в этой сфере. И коммуникация, которая чинит город, находится на балансе коммунального предприятия. То есть, образно говоря, трубы, по которым доставляется и проходит этот газ, чинит город, латает постоянные разрывы и тратит на это деньги. И тратит на это деньги. Зарабатывают абсолютно другие люди, и город не зарабатывает на газе, на тепле. Знаете, какой-то замкнутый круг. На самом деле, я задавалась вопросом, почему бы ТЭЦ, как целостный имущественный комплекс, пускай они зарабатывают, пускай они обслуживают имущество, те транспортные, да, можно сказать, узлы, по которым они свой продукт доставляют в одесскую семью. Но сегодня, к сожалению, из-за того, что это предприятие находится, ну, как бы фактически банкрот, там арбитражный управляющий до последнего город надеялся, что это предприятие кто-то купит, и будет возможность с кем вести диалог. Знаете, на самом деле у меня есть там масса претензий и вопросов к работе системы Инфокса, но я задавалась вопросом, почему не передать все коммуникации по схеме Инфокса, можно сказать, в этой ситуации, пускай они чинят, латают дыры, зарабатывают деньги, работают с населением, объясняют. Знаете, и самое важное объяснить людям, они платят за газ, за тепло. Во-первых, гражданин хочет, одессит хочет, чтобы он, когда он заплатил, чтобы у него реально появилось это тепло в его доме, чтобы он понимал, каким образом формируется этот тариф, что столько-то, образно говоря, это какая-то рентабельность и заработок предприятия, столько-то себестоимость газа, столько нужно на ремонт и модернизацию, потому что, ну, одесситы, знаете, очень терпеливые и понимающие люди. И, к сожалению, нужно общаться просто с людьми, реально объяснять. Вот у меня есть как раз предложение пообщаться с одесситом, который сейчас находится у нас на линии. Да, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, у меня по большей степени комментарий, скорее, чем вопрос, что вот ваши гости говорят, что город делает все возможное. К сожалению, проблема возникла не сегодня, даже не вчера. То есть достаточно уже долгое время в средствах массовой информации эта тема достаточно широко освещается, что не будет тепла, говорили еще достаточно давно. И, к сожалению, почему нельзя было заранее выделить опять же эти 95 миллионов гривен, которые известно было, что придется выделить. Спасибо за вашу работу. Сейчас об этом я говорил в начале. Нет, это совершенно, я вот согласен совершенно. Я вот Светлану хочу спросить, о чем мы не участвуем как город в конкурсе на приобретение отельсов. Вот вопрос. Когда мы спросили, а кто, а мы ждем, кто-то дядя придет, купит ее. А какая стоимость? Ну, вот я вообще не занималась. Сейчас, подождите, миллиард 700 миллионов. Значит, никто не явился. Подождите, никто не явился. Значит, у нас же есть пример Украина, когда три раза стоимость занижали. Вот пусть нафтогаз, или сейчас никто не явился. Вы уверены, что город будет эффективным собственником? Вот честно вам скажу, у меня есть определенные свои. А вот знаете, Костя, я вот когда-то, я же как бы выходец с проклятого прошлого, Советского Союза, значит, и когда-то, когда вот Советский Союз развалился, я тоже был сторонником модных тогда теорий, что рынок все, значит, там, все должно быть частным, частник более эффективен, тра-та-та. Тоже такую вот историю я тоже поддался на этом. А потом, когда первый раз попал за границу, и уже работая в системе городского совета, когда был в командировках, я с ужасом для себя и с удивлением узнал, что в Париже, в Берлине, в Праге транспорт не частный, а муниципальный, водоканал не частный, муниципальный, значит, мусоросжигающие заводы и мусороперерабатывающие муниципальные. Понимаете? Если мы доверяем, выбираем власть и доверяем ей, как она может быть неэффективной? Вот вы понимаете? Вы изначально в вашем вопросе говорите, а для чего тогда мы выбираем городской совет, городскую голову, чтобы они неэффективно работали, что ли? Надо только добавить, что фактически только центр города отапливается государственной, а остальные части города фактически на сегодняшний день у муниципальной есть опыт управления котельными, которые отапливают другие части города, как вы видите, проблем с этим нет. Но опять же... Я прошу прощения, Вадим, вот 10 лет, 15 лет, по-моему, тому назад на школьном аэродроме поставили шведскую котельную. Там проблем нет. Понимаете? Проблем нет. И управляется она, и никто о ней даже не вспоминает, надеюсь, даже мы их коллег. Мне подсказывают, что нужно уже подводить итоги. Давай, Светлана, вот буквально минуту и подводим итоги. Знаете, ну, сложно подводить итоги, когда тепло еще, да, не нашло своего потребителя, не зашло в одесские дома, поэтому, знаете, подводя итоги, мне очень хочется, чтобы мы работали в тандеме, в тандеме с государством. Мы не работали как бы в отрыве друг от друга, а работали слаженно, вместе, потому что, знаете, власть должна понимать, что она не может нравиться людям, когда у них тепло в квартирах, когда им негде согреться. Поэтому я хочу пожелать нашей киевской власти научиться нравиться людям, потому что в другом варианте ее просто не выберут. А город, я еще раз подчеркиваю, делает максимум от себя возможного для того, чтобы тепло появилось, и это был единственно возможный и правильный вариант. Давайте теперь узнаем результаты нашего интерактива. Я напомню, мы спрашивали у наших телезрителей, у тех, кто уже подключен к отоплению, тепло ли у вас дома. Итак, лишь 17% говорят, что да, что у них тепло. То есть дырявые коммуникации, все понятно. Давайте по 30 секунд прокомментируем. То есть вроде как и отопление есть, но в квартирах все равно холодно. Вадим. Это еще один раз пример, когда идет обратная централизация. То есть тот случай, когда центральные органы, центральные власти, они ставят на колени, фактически органы местного самоуправления, и заставляют идти, просить и умолять о том, чтобы им подключили газ. Хотя, опять же, как я повторюсь, есть долги центральных органов власти в качестве субсидий перед Одессой. не считать этот долг и требовать оплатить сейчас. Ну, а ваш вопрос показал, что как раз 17%, что ваши зрители равномерно распределены по Одессе. Как раз вот тот участок, он примерно так и составляет города, который отключен, 17%. Светлана. Знаете, хочется пожелать мудрости нашей власти, не загонять людей просто в угол, не заставлять выживать, потому что, знаете, то, что происходит, мне кажется, что, знаете, просто киевская власть заинтересована во всех этих глупых и ужасных реформах, просто чтобы людям становилось хуже и хуже. Поэтому я хочу пожелать мудрости власти и терпения Одесситам. Александр. Терпите и вам воздаться. Ужас. А что, Александр Витальевич, а что можно сказать в этой ситуации? Да, кошмар. Это безнадега какая-то. Значит, смотрите, Вадим затронул один вопрос, я не могу не пройти, когда мы рассуждали о цене на газ. Три или четыре года тому назад человеку было все равно, по какой цене продается газ в Польше, Болгарии и так далее. Они практически платили и не замечали этого. То есть это были подъемные тарифы. Сейчас мы уже это раскладываем и субсидии. Уже субсидии уже не сильно работают, а долги все копятся и копятся. И мы сейчас рассуждаем о том, что там надо показать Одесситам, что в этом тарифе и так далее. Мы просто тарифами загоняем людей просто в нищету и в угол. Поэтому, я еще раз говорю, три года тому назад никто не задумывался, какой мы газ покупаем, сколько мы брали кредит МВФ и гасили стоимость за газ. Ребята, живем по-новому. Действительно, это был выход. Давайте еще возьмем кредит и заплатим за существующий газ. И я с прошлым году... Почему мы сейчас... Мы сейчас уходим уже от темы... Выживаем по-новому, что я могу сказать? Я вас благодарю за интересную и вот под конец даже горячую дискуссию. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо большое. Спасибо вам. Я напомню, что мы подводили итоги сессии городского совета, вне очередной сессии. И не только, как оказалось, у нас в гостях были депутаты Одесского городского совета Вадим Теречук, Светлана Сауленко и Александр Орлов. Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь на репортере. Продолжение следует...